Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы делаем запись. Вопросы и ответы. Это цикл бесед, который называется одинаково. Во свете Библии. Открытым оком. Брат Игорь Дебунов задает по первому тому Открытым оком. Это мои книги. Прошло уже 11 лет, как они напечатаны. И эти вопросы уже есть возможность расширить. Пожалуйста. Теперь у нас вопрос. 213. Это первый том. Открытым оком. А моих всего у меня вышло 30 томов. Если нет мира в сердце, если что-то беспокоит, если не можешь найти себя, свое место в жизни, а может просто не знаешь, как это сделать, то что делать, с чего начать? Это мне вопросы задавали в университетах, где я вел занятия по радио, в школах. Я не припоминаю, где это было. В этом вопрос такой. Это задает человек непожилой. Я так видно, что он не может себя найти, как говорится. Хотя такого выражения в Библии нет. А вот что-то беспокоит, он берет за одно, другое, поступил в институт, потом бросил уже со второго курса, перешел в другой, он не знает. Я ответ даю. Вот мой ответ, а потом я его добавлю. Это прямо из книги. Ответ нужно искать в Библии, полюбить Слово Божие. Вот человек, который примет мой совет, он сразу примется за это дело. А который, так что мне такие общие фразы даешь-то? Псалом 137, второй стих. Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою. Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Человек скажет, а какое это ко мне отношение имеет? Люди, не знающие Писания, смысла духовного, они говорят, какие-то места, Писания, зачем мне это? Ты мне скажи конкретно, куда мне поступать? Стоит мне сейчас жениться или нет? Идти мне в армию или нет? Я могу поступить и в армию уже не пойду. Я ему отвечаю, вот это сначала, разбери в одном слове, я знаю, где ключ. Отвечаю дальше. Хотя исследователи находят в Библии более 500 имен Божьих, но сам Господь Слово Свою Библию возвеличивает превыше всех своих имен. Выражение найти самого себя не библейское выражение. Согласно Священного Писания нас находит Христос. Не я сам себя найти не могу, а Христос. Где? Псалом 118, 176 стих. Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл. Я заповеди Божьи знаю, я их исполняю и поэтому смело молюсь. А когда человек не исполняет, кого искать-то? Когда человек каждым движением своим, каждым днем, минутой удаляется от Бога. Господь говорит. Иоанн 14, глава 27 стих. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вот говорят, я в мире, не знаю, кто говорит сам о мире. Я сейчас припоминаю, где я это говорю. Вот я говорю, я в школе, там где-то в западном и северном районе Барнаула. Там подряд было около 13 мест, в которых я заходил. Ну, большой район и много школ. Существует три рода мира. Первый. Мир человека с Богом. Видите, какие ответы даются. У нас называется этот цикл во свете Библии. Это уроки идут. Не так, что меня спросили. Вот я гляжу, тут выступает священник Каскун. Он две минуты, три минуты, у него ничего нет. Он просто сидит сам, он знает грамоту. И все время как бы около себя держит человек. И я показываю, вот ты, когда смотришь тот ролик, остановите его. Запишите это место и вникните в него глубоко. Я вам не нужен. Я передаю вас к Богу. Я желаю, чтобы вы сами шли и получали от него следующий подобный вопрос. Вы уже будете знать, а, вон где находится. Значит, мир человека с Богом. Вот эта фраза у православных совершенно неизвестна. Они ее не знают. Как так? Мы, будучи врагами, примирились с Богом смертью Сына Его. А при чем тут Его смерть? Он взял наши грехи на себя и умер за нас. И он был наказан за грех наш. А дважды Господь не наказывает дважды за одно преступление. И далее мы, говорит, спасаемся, тем более примирившись, мы уже примирены, спасемся жизни ее, если будем подражать жизни Иисуса Христа. Дальше. Второе. Вторая Кальфимов, пятая глава, девятнадцатый стих. Опа. Да, давай дальше. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирение. Примирение одно. Я являюсь на суд Божий с этим мандатом. Я поверил во Христа Иисуса. Он умер за меня. Верующий в Сына Божий имеет жизнь в вещи, не верующий не в вид жизни. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Нас никто не может спасти, кроме Иисуса Христа. Под небом. Какие бы ни были религиозные, политические, философы, историки, никто. За наши грехи умер Христос Иисус. Даша. То есть второе надо сказать, что Бога с человеком. Да. Это первое. Это второе. Просто место второе. А, это второе место. Да. Ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтоб представить вас святыми и непорочными, и непоминными пред собою. Примирил в теле плоти Его, телом, плотью своим. Он страдал на кресте. А почему он распят? Я ему грехи свои отдал. Он пошел отвечать за меня. На кресте это мое было место. В плоти своей примирил смертью Его, чтоб представить нас уже святыми. Ни порощи, ни повинными перед собою. Если с меня он все грехи снял, все долги снял, а я только брал, брал в долг. И вдруг я свободен. Теперь второе. Первый мир между Богом и человеком. Второй мир между людьми. Притча 16 глава 7-19 стихи. Когда Господу угодно пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Это понятно? Нам нужно иметь мир между собою. А как это возможно? В первую очередь угождать Богу. Если пути угодны Богу будут, тогда врагов Он примиряет с нами. У меня врагов никаких нет. Я когда что-то говорю, отвечаю, то как бы от собеседника жду вопрос, который мне скажите. А у вас что, врагов нет? Я говорю, у меня врагов нет. Против вас никто не воюет? Воюют очень много. Но они не враги. Если я начну с ними воевать, они тогда делаются врагами. А если я Бога благодарю, что это как для меня лекарство, помогающее очистить себя от грехов, так какой же он мне враг-то? Когда он страдает, из-за меня быть может. Вот разводятся, как муж и жена. Ну, муж обвиняет жену, жена мужа. Я говорю, ты мужу подумай сначала, не потому ли жена такая, что ты именно такой. Ты изменись. Она из-за тебя не седнет. А я ей говорю те же самые слова по отношению мужу. Ты посмотри. Вина-то в чем заключается. Если ты муж, то веди ее. Тебе дан разум выше ее. Исследования в Англии показали, средний мужчина на 25% умнее женщины. Вот и все. Умерла Маргарет Эйтетчер. Считал, там такое празднование идет. Выходят ликующие, что умерла. А ее будет сжигать с 17-го, что ли. Железная леди. Все. Масонка высших степеней. И придет хоронить Горбачев, сказали. А он ее выдвиженец. Маргарет Эйтетчер. Она его выдвинула. Она ему открыла все эти тайны. И по их поручению он развалил Советский Союз и обманул партию людоедов-коммунистов. И вот она ушла. Где она будет? Покаялась нет. Она совершенно лишилась разума. Она не знала даже, где у нее туалет, где холодильник. Адольф взяла это все, написала. И на дождь там такие нападки были. Уж давно я считал об этом. И она угодила. Интересно, где там в какой-то больнице. Дальше притча. 17-я глава, 1-й стих. Лучший кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота с раздором. Раздор, как правило, бывает тогда, когда нет субординации. Раньше как было? Старый человек в семье. Да он уже ничего не может делать. Он только... Он командир. Как вот в южных странах Аксакал. Совет Аксакалу. Сказали, сделали, все. Интересно, ко мне приехал один... Я его сейчас по фамилии могу ошибиться назвать. Я ехал в поезде с двумя ребятишками своими во Фрунзе. А тут зашел какой-то киргиз. Ему надо было киргизу дать место. И он меня с двумя ребятишками шип с моего места, где я нахожусь. А с ним была жена, видать, его. Хорошая такая. Ну, еще что могу сказать? Он здоровый такой, крепкий мужик. Я ушел. Ну, я к нему потом пошел. Он даже не говорит. Хамит, прямо хам. Ну, я пошел там, где у них есть проводники. И написал. Я не думал, такой результат какой будет. Я говорю, я вынужден буду обратиться дальше. А у них был писатель. Я думаю, Шингизу Айтматову обращусь. А что за безобразие? Такой поезд-то где-то идет. Я не ожидал такой реакции. Как там взялись? Его с работы выгоняют? Ну, ему дали шанс, чтобы он приехал сюда. Нашел меня и примирился со мною. И вместе со мной, чтобы мы пошли и телеграмму дали. Там, как это называется, не комитет, а что-то, резерв проводников. Там на начальство. Вот так и было. Кто-то струщится ко мне рано, а поезд от рано идет. Он слез. Его жена поехала дальше, а он слез. И привез балыки. Ну, примерно, вот такие две рыбины. Я их таких и не видал даже. Заходят с рыбинами. Я его сразу узнал. Думаю, бить меня будет, наверное. Нет. Я вот пришел. Вот я тогда неправильно себя вел. Вы с двумя ребятишками ехали. А понимаете, меня с работы выгоняют. Но за меня заступились и сказали, если ты вот примиришься с ним-то, да я ничего не имею на вас. Нет, нельзя. Вся подарки эти дает. Я не беру. Взя, положил. Пошли мы с ним. Ну, уж раз он приехал, тут я на нем, как говорится, выспался. Я ему все, Евангелие Христос рассказал. А он свое рассказывает. Русский народ умный. Яму сделает прямую. Гроб туда. Хлопнулся. И все. А у нас дурной народ. Большой такой копает. А потом в углу делает нору. Потом поворот туда. И там молодой ведрами вытаскивает. Ай, дурной. Вот как у русских хоронят правильно. Думаю, еще нашел покойников где-то. И вот он рассказывает. Нам, говорит, учитель приехал молодой. Аул большой там. Ну, и кто-то женится. Все киргизы. Совет Аксакалов. И они сказали, чтобы каждый положил по 300 рублей. А зарплата-то у учителя маленькая. Вот Аксакалов его спрашивает. Сколько получаешь? Он говорит, 120. 120. 300 много будет. 280 положи на стол. Молодым. Он говорит, а с чего бы? Я приехал тут. Одну неделю работаем. Не понял. Ты плохо слышишь? Тебе сказали 280 положить. Он еще сказал. Он разглянулся. Как Аксакалов. Как? Дал ему в ухо. Или ты ложишь сейчас же здесь. Или завтра тебя здесь не будет. Он затрется. Говорит, сразу положил и все. У них строго насчет этого. Молодым надо начинать жить. Ты заработаешь в следующие два месяца. Он мне показал, какие у них порядки. Я поглядел. Порядки у них строгие. Вот приезжают, говорят, на уборку хлеба. Прислали молодые ребята. Это волосатые, длинные волосы. Хиппи назывались. А наши стоят у бригады. Увидели его. Так это что приехали за папы? Да это не папы, студенты. Так подошел. Волосы все, чтобы отрезали. Раз один есть. Русский мула хватит. Так нет. Никаких наших ребят собрались. Нождецами повалили. Тут же отрезали. Второго. Третьего. Все волосы обрезали, им говорит. У нас не положено. Русский мула есть. То есть везде нужен порядок. И Господь примеряет с ними. У них мир. У нас каждый давит на свое. Самый маленький что-то возникает. А ничего не знает. Пищушка желторотая. Господь примеряет с собою. Видите как. Лучший кусок сухого хлеба и с ним мир. Пусть мы будем бедные, но у нас мир. Мы делаем общее дело для Господа. Вот мы нынешний ездили. И у нас неурядицы были в самом последнем путешествии. Предпоследнем только. Самом дальнем, когда мы были у Владивостока. С молодыми шоферами. А остальное, где мы не ехали, у нас полный мир. Но ни за чего там. Из-за того, что сред какой дальний или ближний. Я наставил на своем, они на своем. Там еще что-то такое было. Ночью нигде не сверкать. Потому что мы прячемся в лесополосах. Едем-то. Ночуем, чтобы нас не видели. Пошел. Туалет в свете с фонариком. Я не могу этого допустить. И третий мир. Мир с собой. Как? Колосиным 1 глава 20 стих. И чтоб посредством Его примирить с Собою все. Умиротворив через Него кровью креста Его. И земное, и небесное. Вот когда ты это узнал, и тогда ты примирился с Собой. Бывает человек, все у него есть, достатки. Я не говорю о пенсионерах, молодые люди. Но нет, говорит, мира у меня. А хоть я что, с женой? Да с женой у меня все хорошо. А что у тебя? Внутри меня все время что-то сметется, я то боюсь, что-то какие-то сомнения. У него мира нет. Примирение дает только Христос. Вот я сижу, я к своему опыту обращаюсь. Я сижу в камере. Предварительное следствие идет. У меня было на моем деле 12 кандидатов на УКТК задействовано. Представь себе. Следователи работали где-то около 8 следователей. В разных городах Советского Союза еще туда летал отсюда один следователь. Тогда было строго насчет этого. Ну и что? Так вот они, когда у меня здесь были, беседовали, нас вывели тут в ночное время, следователь с ними. И вот один из них и говорит. Какой у вас прочный стержень? Вас не свернуть на меня. Я говорю, я кажется сказал, сейчас не помню, я не сказал. Думаю, я с тобой говорю здесь, арестованный. Ты бы со мной поговорил там, на свободе. Я бы тебе по полочкам, дружок, разложил. Я не могу ни одного слова сказать. Статья 190 прим до 3 лет. Они на 70-ю сразу переквалифицируют 7 лет. Что тут не понимать-то это? Ну и то, что я им успел сказать, их уже заставило посторониться немного. Они поняли разговаривать, так не пойдет дело. Я могу отвечать, давал или не давал. А если я сказал, что это было, значит было. Было раскулачивание. Были репрессии. Меня по этой статье брали. И у меня всегда в душе мир. Полный покой. Почему я с Богом примиренный? 1 Иоанна 3 глава 20 стих. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль мне плачи Бог. Потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Чтобы сердце не осуждало человека. Блаженый человек, который не осуждает себя в том, что избирает. Ты это узнал? Ты принял это дело? Уверовал? Делай спокойно. Открыто, закрыто, тайно. Как можешь? Но ты должен делать. И значит, что это угодно Богу. Угодно Богу. Вот когда человек этого не знает, и тогда начинает колебаться, он куда угодно переходит. Вот у меня был один знакомый, Маркус Сергей. Его арестовали пораньше меня. И он оттуда вышел и принял мусульманство. Мусульманство принял. А занимался тут такими делами. Священник Вячеслав Полосин. Бывший священник. Принял мусульманство. Теперь он там у них все это советы дает. В каком-то совете. Я немножко написал только такому человеку. Скажи, ты не забыл еще, что есть Пасха, Христос воскрес? Я его не убеждаю. Ну, избрал ты, избрал Мухаммад, Христос. Тебе разницы теперь никакой нет. Тем более, они Иису признают, Иисус. Скажи, ты веришь, что Пасха осталась, Христос воскрес? Но ты-то сказать теперь не можешь. По их учению, он не воскрес, ибо не был убит. А живьем взят на небо. Как ты можешь сказать, что он воскрес? Я не говорю, что без Христа ты не спасешься. Это и так понятно. Нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спасти. Деяние 4.12. Верующий в Сына Божий имеет жизнь веще. Неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Яна 3.36. Притом, не просто неверующий, а неверующий как в Сына Божий, ненародного, который взял грехи мира и мой грех. Мусульмане так не верят, как у нас в Евангелии. Они верят, что добрый пророк был, пониже там Мохаммеда и прочее. И ты, будучи православным, веруя, и теперь Пасха Христова, и ты никогда уже не скажешь, что Христос воскрес. Они тебя научат верить. Молчит. Я могу только плакать и молиться о тебе. Что даже на земле ты не можешь сказать Христос воскрес. Ты избираешь не религию жизни, которая у нас. Религия, это не религия. У нас Христос живой. Я не религию избирал. Меня Христос нашел. Я поверил во Христа. А религия, это обобщенное понятие, это православие, баптизм. Названия одни. 1 Иоанна. 3 глава, 21 стих. Возлюбленные. Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Это внутри себя, чтобы иметь мир, чтобы сердце тебя не осуждало. Вот мне сейчас говорят, вот вы думаете ехать в Европу, а там вот-вот там заваруха такая будет. Стоит, у меня сердце не осуждает. Я еду для людей, везу сокровища. И ждать лучшей погоды, смотреть на облака, тому не жать, говорит. Я не могу так. Ну в Чечню-то не ездите. Я думаю поехать, а почему нет? Чечня это территория Российской Федерации. И там русских было где-то 80%. Сейчас 1% осталось, 1%. Ну там люди, многие разговаривают на русском языке. В общем-то они здесь живут, на территории России. И я им могу многое сказать, дать и что-то посоветовать. У меня опыт есть. А они убьют. Да куда я денусь, если мне там умереть? Как одного колдуна. Он колдун был. И он мог от себя людей отвезти, пройти через стену, как пишут. Но ему было предсказано, что он умрет недалеко от Москвы. И поэтому он уехал за Париж. И там уже запаривал, как хотел. Но провинился, его приговорили к смертной казни. Он улыбается. Он знает, что его не казнят. В Москву его не повезут. А смерть его ждет около Москвы. Но его уже на костер возвели. Он видит, делал это не шутейно. Вот-вот зажигать будет. Вот он говорит, а да что там беда деревня? Да деревня русские же, так как называется? Да Москва они назвали. Он так и ахнул. Куда он прибежал? Про одного такого беглеца, я считал, он Багдада боялся. И куда он убежал, там оказался именно Багдад. Точно так. Ну, называют такими именами. Вот и все. Надо с собой иметь мир. Римлянам 2 глава 1 стих. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. О чем свидетельствуют совесть их и мысли их. То обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Это про язычников говорится. Но мы точно так же на первом месте держим совесть. Чтобы Дух Святой давил через совесть. И говорят, а что такое совесть? У меня есть свои определения, которые я не скрываю. Внимание. Совесть есть тот участок души, через который слышится голос Божий. У меня были люди, которые пытались опровергать, но к этому же и пришли. Да как это просто? А вот у святых считали сложнее. Я говорю, они говорят, уныние что такое? Ну, это, знаете, прилог, там, средняя часть. Я говорю, у меня ответ такой. Плохо сделанная работа. А как это так? Да так плохо сделанная работа, и ты видишь, надо переделывать, материал испортил, ты унываешься. Стал молиться, заснул, и не знаешь, о чем молиться. У меня мама столько на работе работала, мать десятерых детей. И однажды она молилась, ну, как склонилась, и уснула, и повернулась, повернулась, и головой на выход, а не к иконам. И мама утром сколько ахала, как моя молитва Богу не угодно. А спали один-полтора часа в сутки. Двенадцать коров, три раза в день подоить. Ночью клеветоны крутят там на таку. Там вдвоем только крутить такие тяжелые машины были, вот так, крутить, отсеять, отверть пшеницу. Техники никакой не было, только вот все крутить надо. Ясное дело, что она уснула. Отец инвалид, пасет, приготовить надо. Час-полтора, это ее сон. Так во сне она развернулась, да когда-то меня Господь отвернул. Молитва моя не угодно Богу. То есть внутренний голос стал ее обвинять. Ну я не тот был еще. Я бы сказал, чтобы она не обращала на это большое внимание. Просто заснула и на коленях повернулась. Вот это и говорит об этом. Нас дело даже убеждать, что мы на правильном пути. И совесть, и мысли то обвиняющие, то оправдывающие. Ответ дан. К этому я, собственно, сегодня почти ничего уже не могу добавить. Я именно так и понимаю. Это вот ты выделил их, я их даю. Да. Первый том открытым оком. 216 вопрос. Если человек лицемерит по вере, то значит ли это, что он хулит Духа Святого? Какие вопросы заковыристые? Были люди очень разные. Верующие у меня были священники, да и епископов на занятиях. Ну и я отвечаю. Ответ. Лицемерие противно и Богу, и людям. Он говорит, значит ли, что хулит Духа Святого? Я ему не отвечаю. Но я отвечаю, что оно противно. Теперь по ступеням его веду, чтобы он сам поверил. Не мой ответ. Иова 8 глава 13 стих. Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет. Он старается, строит, влюбляется, а он лицемер. Его надежда, что будет что-то по-хорошему, и вдруг все откроется, лицемер. Это дело с какой-то намерением, хитрость, что богатый подлизывался. Иова 13 глава 10, 16 стихи, 17 глава 8 стихи. «Строго накажет он вас, хотя вы скрытно лицемерите. И это уже в оправдание мне, потому что лицемер не пойдет пред лица его. Изумятся всем праведные, и невинный вознегодует на лицемера». Вот смотрите, три стиха, которые говорят, что лицемер противен Богу. «Строго накажет, хотя скрытно лицемерите». Лицемерие – тот грех, в котором трудно сознаться. Пилат, говорит, знал, что предали Христа из зависти, а они не знали сами. Братья Иосифа продали по зависти, Стефан говорит. А братья жили спокойно и не знали, что зависти у них не было. Лицемерие возникает иногда от того, что один грех переплетается с другим. Как правило, грех идет в тандеме с чем-то. Человек любит спать лишнее. Это означает, он тешит блудные наклонности. Вот и все. Сон и блуд, они в обнимку идут. И вот 20 глава, 5 стих, 27 глава, 8 стих. «Веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенна». То есть он на кого-то надеялся, лицемерил перед ним. Вад, тот человек умер, его уже там нету, застрелили. Сегодня около Кеннеди сколько было, вдруг весь аппарат меняется, ну и все. Но которые верно, те остались, его дело дальше ведут. А лицемер, он выгоду какую-то хотел иметь. А того человека нет, убили. Он теперь к новому прилагается, и все видят, да он какой, никакой. Какая надежда лицемеру? Ибо какая надежда лицемеру? Когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его. А там-то придется уже говорить, как есть. Наша лицемерие Богу известно. Этого надо бояться, не корежить душу, чтобы она не издоржавила. Быть искренними. Сказать, да, я не могу. Не надо лицемерить перед властью. Это грех, и при том поправить биографию свою лицемеру почти невозможно. Тебя уже знают, тебе никто не верит. Ио. Ио продолжает. 34 глава, 30 стих, 36 глава, 13 стих. Чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа, но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к нему, когда он заключает их вузы. Написано еще такое в одном месте, я читал. Лицемер тайно не молится. Вот и все. Его никто не видит. А что он будет молиться? На углах улиц, где крестится. Для чего? Чтобы от людей получить похвалу. А если я где-то ехал, перекрестился, а меня еще и ударили за это, я уже не попадаю в тот разряд. Я не славу думал получить, а прославить Бога. Тут надо главное результат смотреть. А они, тут такое теократическое государство, они чтили этих святош. Псалом 34, 16 стих. С лицемерными насмешками скрежетали на меня зубами своими. Вот так. Притча 11 глава. Насмешками с лицемерными? Ну-ка еще раз перечитай. С лицемерными насмешками скрежетали... Насмешниками. Насмешниками скрежетали на меня зубами своими. Есть лицемеры, они насмешники. И они с ними соединились скрежетали на меня зубами своими. Они куда угодно пойдут, видят, что там больше людей. Вот у нас в деревне поселился один милиционер. Ну, а видя, какие мы, вот все... Он говорит, нет. Надо вот эти большие храмы ходить в московскую патриархию. Ельцин туда ходит. Ельцин. И, главное, иконы подходил, целовал. Притча 11 глава, 9 стих. Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. Почему он губит ближнего своего? А он говорит не то, что должно быть, а чтобы какая-то была выгода. Подделывается под это. И то байся, как огня. Но если ты точно знаешь, что он лицемерит, ну, советы эти нельзя принимать. Сераха, 1 глава, 29 стих. Не лицемерь пред устами других и будь внимателен к устам твоим. Перед устами других. Значит, какие-то люди, которые что-то говорят, а ты поддерживаешь, 1 мая, победу сидят, хлопают. Это все лицемеры были, хлопали, как Солженицын пишет. И хлопают, ну, где-то надо минуту, хлопают вторую, вот уже 5 минут, и никто не может остановиться первый. И тогда уже первый секретарь крайкома, ну, видит, что уже и ладони устали, и вообще встали на хлопают. И он перестал. Буквально через день его арестовывает. И сказали, знай, когда кончать хлопать. Больше ничего за ним не было. Лицемеры хлопали. А завтра, когда сказали, мне такое, ну, стой, льва это, ну, я этот, лев, когда на пенсию пошел, осел, говорит, и я его один раз лягнул. Сераха, 32 глава, 17 стих. Ищущий закона насытится им, а лицемер приткнется в нем. В законе Божьем. Ему, когда что-то показываешь, он начинает удаляться. Ищет всякую причину, чтобы только отойти. Вот у нас была верующая, как бы верующая одна женщина, знакомая, и вот ребятишек сколько было. А в течение одного, говорится, месяца всех их разложила. И кресты сняли, поститься не стали. И ребятишки, которые не постятся теперь, едят все, подворовывают сливки. И говорят, мы-то вот едим все, а у которых верующие, а вот вам-то это нельзя. Они еще не знают, кого они вырастили. Сколько лицемерия здесь в детях. Это лицемерство у них на всю жизнь сейчас запечатлится. Все для утробы будет. Матфея 6, Иеремия, 23 глава, 11 стих. Ибо и пророк и священник лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие их. Говорит Господь. Ну, священники слышат это, они маленько что-то принимают к себе или нет. Ну, это говорит Господь. Иеремию за это били, они в грязный ром сбросили. Ну, пророк и священник, они лицемеры. Почему? Оцарю что угодно. И он это и говорит. Такие патриотические речи, все лицемерят. Они виляют хвостом перед каждым. И он один сказал, не надо этого делать. Открыть ворота города. Запустить врага. И пойдем в плен. Почему? Бог не открыл. А там нашел седейки, железное ярмо сделал. Говорит, вот так Господь говорит. Вот так. Он говорит, вот такое железное ярмо и понесешь. Матфея 6 глава 2, 5 стихи. Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтоб прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтоб показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Награду свою. Похвалу и прочее. Но когда за это бьют и убивают, тогда вопрос совершенно на другом ракурсе идет. Везде я исповедую себя как христианин. Сел в автобус где-то. У меня это было. Реконструкция города. У нас вагончик. Там стоит пурга вокруг. И меня спрашивает Александр Иванович Истинов, а ты на работе крестишься рукой, когда что, есть? Я говорю, нет. А почему? Я не знаю. Я как-то не знаю. Ну, а тебя знают, что ты верующий? Конечно, знаю. Все знают. Я говорю о Боге всем. А дома крестишься? Дома молюсь, а там не молюсь. Не знаю, говорит. Ты испытай, узнаешь, в чем дело там. И вот на завтра обед я сажусь. Один стол тут сидят рядом, напротив сидят. Скажи, как гири на руке привязаны. Не могу перекреститься. Я посидел и думаю, ладно, сегодня без обеда останусь. А завтра я уже перекрещусь. А потом подумал, сегодня не сделай, завтра не сделай. Нет. Я тогда перекрестился. Господи, благослови меня вкусить. Освяти дары твои святые. Да будет слава тебе. Мужик сидит. Тебе что? Бог лишний кусок дает? Конечно, я бы мог ответить. А который напротив... А что ты лезешь к нему? А ты что молчишь-то? Дай ему в морду. Я так сижу. Кого в морду дать? Этот мужик кому? Мне? Разворачивается тому толчок в нос через... Сатана не мог меня сбить. Значит, вот теперь начал тут. И тогда мужики их обоих схватили и на улицу выбросили из вагончика. Там заканчивается. Тут и так негде-то. Вот такое дело. Надо проверить себя. Когда тебя за это бьют, это хотя ты и при народном молишься, это к делу не относятся. Да. Так же. Матфея 6, глава 16 стих. Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры. Ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Это священник поступает, отец Михаил Ардов. И говорит, вообще-то бабушки все хорошие. Но как только пост наступает, как ведьмы какие делаются. И Володя рассказывает, у него на работе там тоже один брат был верующий. И нервыщие люди говорят, парень-то хороший там, мастер. Ну как пост мы уже знаем, он какой-то злой делается такой. Вот и все. Если ты верующий, пост этот тебе будет в радость. Лишние килограммы сбросит раз. Во-вторых, легкий у тебя сон. Продуктивнее работа будет. Аминь. Матфея 7 глава, 5 стих. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза. И тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Видите, лицемер он обвиняет, а сам не такой. Ты же знаешь, что он совсем не такой. А он обвиняет. Я вот часто встречаюсь в Мейл.ру или где-то заходят. Я показал, как правильно позы принимать, креститься. Так меня там задолбали со всех сторон. Это открыто, это надо дверь закрыть. Я говорю, я не молюсь. Я показываю, как персты сложить. Ничего не слышат. И я вижу, что те, которые нападают, они не молятся, ничего. Но даже крестное знамение в ужас их приводит. Я еще раз убедился, оно имеет огромную силу. Галатам, 2 глава, 13 стих. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Это апостол Павел говорит о верховном апостоле Петре. При одних людях ел, а пришли там свои, стал таиться, чтобы его не обвинили. Никогда на это не идите. Это у меня есть. Ну, знакомые вместе разговариваем, но они старообрядцы. Вот начинают фотографировать, если есть съемки, вот так закрываются. И чтобы их не увидели, свои старообрядцы, они их загрызут. Я говорю, ну, уже ходили у нас в храм, молились. Теперь сказали, иначе причастие лишь играет причастием попы старообрядческие. Первая Петра, 2 глава, 1 стих. И так, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Значит, перечисляется, смотрите, злоба, коварство, лицемерие. Это все из одного мешка. Нужно это отложить и забыть, где отложил, выбросить все. Теперь я уже начинаю прямо на вопрос отвечать. Лицемерие. Это оскорбление Духа Святаго в звании христианина. Непрерывная ложь. Подделка фальшивых денег. Но это не хула на Духа Святаго. Ибо таким и еще есть возможность исправиться и раскаяться. Не случайно бытовало мнение у иудеев, что если в мире существует 10 частей лицемерия, то 9 из них находятся в Иерусалиме. Как евреи смогли сами оправдать себя. В этом деле. Да они понимали и могли от этого избавиться. Все лицемерие. Одно лицемерие. Для лицемеров самое лучшее лекарство познакомиться с глубоко верующим человеком, искренним, смелым, который, невзирая на лица, всегда говорит правду, как пророк Михей, сын Эмвлая. Вот, пожалуйста. Третья книга Царств, 22 глава, 8 стих, 13 и 14 стихи. И сказал царь израильский Эссофату, «Есть ли еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое?» Это Михей, сын Эмвлая. Он не сказал, что правда обо мне говорит, а хорошего не говорит. Вот в этом слове я сразу понял, что ему. И сказал Эссофат, «Не говори царь так». Посланный, который пошел позвать Михея, говорит ему, «Вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно словам каждого из них. Изреки и ты, добрая!» И сказал Михей, «Жив Господь! Я извеку то, что скажет мне Господь!» Вот все остальные оказались лицемерами. Другой царь, другая обстановка. И вот это лицемерили у гроба Сталина, стоит там патриарх, это богодавный вождь. И сколько говорили, «А сейчас как тирания, тоталитарный режим, эти же самые теперь долбят и долбят, и будь здоров еще как долбят». Лицемеры. Получили разные генеральские звания, военные были которые. А теперь, вы тогда-то видели, почему тогда не говорили? Да он молчал бы, закрылся, если силы не хватает. Вот человек, который спрашивал, лицемерие не является ли хулой на Духа Святого, я отвечаю, вот хулит, нет, не хулит. Хулы здесь нету. Но это оскорбление звания, искупленного уже Богом человека, и оскорбление образа Божия в самом себе. А оскорбление – это второй грех против Духа Святого. Всегда вы противитесь Духу Святому. Дальше. Не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены. Поясняет. Дальше считаем вопрос. Следующий вопрос 224-й. Из первого тома, открытым оком. Как человеку, уверовавшему во Христа, узнать свое призвание? На что призвал его Господь? Проповедовать ли, принять ли сан, уйти ли в монашество, жить в миру? По каким признакам это определяется? Вот приезжает с такими вопросами, там в Москве находят старцев, и они определенно сразу говорят. Вот Шевкунов как раз, Тихон об этом говорит. Там что-то сказали, сразу это приняли себе, он мне сказал, Георгием назвал, я понял, я буду монахом. С чего ради? Какие доказательства? И откуда это ты? Почему он тебе не сказал, что ты будешь миссионером, и пойдешь проповедовать, веру Христову понесешь? Притом ловят что угодно. Вот описывает, Николай Гурьянов, на острове залит. Сидят там в прихожей у него, прислушиваются, он кого будет принимать? Ну старый, старый уже. И у него три дня кота дома не было. И кот, а кота он очень любит. И кота этого запустили к нему, он взял и с ним разговаривает, ах ты блудяга такой, а? Ты смотри, нашел чужую где-то и ходит. Я знаю, зачем ты ходил. Тебе надо здесь трудиться, как следует, а ты, а священник рядом сидит. Какое ему откровение, батюшка, он про меня знает, это я как раз, он все к себе применяет, он не знает, что речь идет о коте блудливом. А теперь все это описывает. Вот какой прозорливый, он все узнал. Как спрашивает, ты прозорливый? Он говорит, нет, я прожорливый. Ответ. Этот вопрос задавали апостолу Павлу, 1 Коринфянам 7, глава 7 стих. 1 Коринфянам 12 и 14 главы дают расклад основных даров, талантов в церкви. Как и при выборе специальности, нужно учитывать наклонность ребенка, тягу к какому-то делу, так и в духовном плане. Свидетельство о Христе не есть особый дар, но всеобщее, всеобщее, как дыхание и еда. Да. Есть на территории России ныне еврейская организация Эвенезер, под руководством организации Сохнут и Израильского кнесета. Они набирают на территории России людей, которые помогали бы евреям выезжать на их историческую родину. Эти волонтеры дают обещание в письменном виде не свидетельствовать репатриантам о Христе, а цитировать только Тору. Вот как это выглядит на их сайте в интернете. Цитата идет. Насколько мне известно, организация не может заниматься миссионерской деятельностью. Вы говорите Слово Божие, цитируя Тору Ветхий Завет. Дмитрий, который у нас этот был, Дружинин, это ДД, он отвечает, я в интернете нашел, как он отвечает. Был у нас христианином, принимал крещение, но никакой. Отец его милиционер, вот этот, который пакости делал. И вот куда он попал. Дальше. У нас есть ограничения, которые связаны с обещанием к несвяту Израиля. С лидера фонда Густава Шеллера. Во время его выступления в парламенте было взято обещание, что представители Эвенезер не будут обращать евреев в христианство. Мы исполняем это обещание и непосредственно миссионерской деятельностью не занимаемся. И, конечно, цитируем историю. То есть, это лицемеры-христиане, стопроцентные лицемеры, лучше не придумаешь. И ради этой щечевичной похлебки да они ничего не продавали, у них и не было. Дальше. Какая-то там, а я... обращаясь к Дмитрию Дружинину. Помнишь, кто-то сказал, что мы проповедуем больше делами. Эти люди, называющие себя... Это дальше вы продолжаете. Все христианами уже при мирной жизни, без гонения, отреклись от свидетельства о Христе. За чечевичную похлебку продали свое первородство. Это мои слова. Да, да. Жидовские шестерки. Это христопродавство завелось на русской земле. Они набирают пушечное мясо для воцарения антихриста. Там нужно глушить арабов, там нужно подготавливать приход сатаны в образе человека. И они помогают за огромные деньги вывозят этот товар в Израиль. Ведь это что? Я уже с ними беседовал, говорил, и точно, абсолютно узнал. Да, так. А потом нахожу в интернете, а тут вообще если в интернете они выставили, согласно того, что мы уже узнали и говорили, значит так оно и было. Да. Матфея 24, глава 14 стих. И проповедано будет все Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Проповедано будет. А не в том, что давать обещание я не буду проповедовать. Это отречение от Христа. Прямая заповедь. Лука 9, глава 5 стих. А если где не примут вас, то выходя из того города, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Значит нужно идти, проповедовать и еще и отрисать прах. Дальше. Иоанна 15, глава 27 стих. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Значит свидетельствовать и причина какая? Апостола. 4 глава Деяния Святых Апостолов 33 стих. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа и великая благодать была на всех их. 2 Тимофею 1 глава 8 стих. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узника его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога. То есть о том, что давать подписку не свидетельствовать это Павел нигде не упоминает и даже не знал. Не знал. То есть это новое суперсовременное лживое предательство под именем Христа уже. жирное делается все, которые, знаю, работать не умеют, а тут делались как резиновые, то есть они их кормят, видать, все дают с какими-то добавками, ну как вот резиную бабу продают гомосексуалистам разным. Я говорю, вот такой у них вид, и при том я одного уже видел. Я говорю, а что это с вами такое-то? Вот такое дело. То есть Господь отнимает даже внешний вид нормального человека. Откровение 12 глава 17 стих. И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Наше свидетельство Иисуса Христа, на это ополчается дьявол, а если этого нет, то и ополчения никакого, никому ты не нужен. Дальше. Проповедь о Христе, свидетельство о нем, это не просто дар, а первейший признак жизни, благодарности Богу, забота о своей вечности. Я беседую со священниками и говорят, ну ладно, вам дам дар, это очевидно. Но мне не дам такой дар, поэтому я вот службу веду, я заботился в том, чтобы люди были так, но хорошо. Так это не входит в дар. Это основные признаки, что ты живой. Вот ребенок крещит, это никакой не дар, все дети крещат. Один ребенок начинает рано играть на пианино, вот это дар. Один начинает петь, математикой уже три года занимается, это дар. А сучить ножками, говорить, гулить, это не дар, это признак жизни. Марка 13, глава 9 стих. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать судилища и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня, для свидетельства пред ними. Не для того, чтобы обратились, а для свидетельства, чтобы мы засвидетельствовали, а остальное Бог берет на себя. Мне не надо думать о последствиях. нигде в Библии нет намека на то, чтобы я молчал, тем более, как говорится, за подписью. Даже вообразить невозможно. Дальше. Да, все. Деяние 10,42, мы прочитали, нет? Повелел проповедовать людям, свидетельствовать, определенное от Бога судья. И дальше. Деяние 26, глава, 22 стих. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуем малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. То есть, великому, малому надо свидетельствовать. И апостолов, когда призывали, не за деньги, а били. Молчите. И они не пошли. Кого больше слушать? А здесь никто не бил, ничего, сами пошли. Так они деньги дают? Да, да, дают хорошие деньги. А мы подпишемся. Будем делать вроде видимость какая-то, людей отсюда вывозить, но никому о христе не скажем. Да большего открытого предательства нельзя. Но сектантский ум настолько отравлен отступлением от церкви, они у нас были, что воистину берет семь злейших и поселяется. Они сделаются как изуверы какие-то. Тут все понятно, отречение. Я же тебе не говорю, что ты это не делал, это твоя работа. Но ты христианином считаешься-то. Это в миру даже звание подлеца еще ты не заслужил. Ничего подобного. Интервью дают и глазом не моргнут. 1 Иоанна, 4 глава, 14 стих. И мы видели и свидетельствовали, что Отец послал Сына Спасителем в миру. Свидетельствовали, говорили, непрерывно. Дальше. 10 глава, 33 стих. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Вот это и есть полное отречение. Как от Христа? Его же не видно, нигде. А никому не свидетельствуешь. Еще. Филиппийцам 2 глава, 11 стих. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Опять же исповедал евреям. 10 глава, 23 стих. Будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший. Ну, если он верен, и мы свидетельствуем, он находится с нами. Теперь поясняю. И особенно нужно свидетельствовать евреям, а не прятаться за добрые дела, ибо вера от слышания. Ну, им говорят, мы свидетельствуем делами, но дела ваши и свидетельствуют, что вы предатели. Дела отречения, ваши подписи, руководители, за вас всех. Он знал, каких подлецов наберут ему туда, в армию. Да раз истинный христианин Петр Апостол мог бы сказать, за меня там расписались, я буду молчать, буду думать, вывозить куда-то евреев домой, но только молчать. Кого больше слушать, Бога или человека? Даже этого не понимает. Римлян, 9 глава, 1 по 5 стих. Да. Истину говорю во Христе не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновления и слава и заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования их и отцы. И от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Что свидетель веговы не видят, что Христос сущий над всем Бог. Тут четко и ясно сказано. А это неправильно переведено. То есть написали свои какие-то книжки и теперь считают это за откровение Божие. Теперь поясняю дальше. Мы должны быть все благодарны евреям за слово Божие и обязательно свидетельствовать им о Христе. Дать им Евангелие благодати, а не отрекаться от свидетельства им о великом даре. Евреям 12 глава, 16 стих. Какого блудника или нечестивца, который бы, как Исаав, за одну снеть отказался от своего первородства. Первородство это значит быть христианином, быть искупленным Богом. Дальше. Что касается таланта монашества, то об этом нет ни слова ни в Новом ни Ветхом Завете. Говорится лишь только о том, что неженатому легче спастись и посвятить себя целиком на служение Христу. В этом вопросе так далеко ушли в обратном направлении от заповеди Христа идти в мир и проповедовать, что для православных кажется странным и неприемлемым даже в мысли расстаться с монастырями. Христос оставил вместо себя другого утешителя, Духа Святаго. И Дух Святой двигал святыми мужами и изрек волю Божию для людей. 2 Петра, 1 глава, 21 стих. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. И теперь смысл монастырей? Не только не евангельский, а прямо антиевангельский. За одни эти слова сказавшего это подвергнут обструкции и обклеят ярлыками и прозвищами, как чемоданы с заграничной Это я про себя говорю, на меня. Это я отвечал в университете. Но, досточтимые преосвященные преподобные, покажите хотя бы одну строчку, подтверждающую необходимость строительства 1275 монастырей в России перед революцией. Просидели за высокими монастырскими стенами, проспали революцию. К народу пошли копеечные листовки и речи народовольцев. Проанализируйте причину катастрофы русской церкви монархии или все виноваты только жиды и масоны, а мы ни при чем. Вот такой мой ответ. Если мы внимательно смотрели Слово Божие, значит, мы бы избегли то, что на нас сегодня играет. Уничтожение нации, потеря государства, об этом сегодня везде говорят. Это возможно избег, но только полная отдача служения Христу. Богу нашему слава во веки веков. Спаси Христос.